Добрый день, уважаемые господа, всем, кто нас будет смотреть, как здесь, так и в Ютубе. Московское время 16 часов. Мы начинаем наш еженедельный вебинар, посвященный анализу текущей ситуации на мировых площадках, фундаментальным событиям, все, что является сегодня главным и важным, что может повлиять. Начинаем такой еженедельный обзор. Значит, заранее прошу прощения, если будут какие-то перебои со связью. То, кто хочет в будущие, в следующие разы, кто нас будет смотреть на Ютубе, кто хочет посмотреть это вживую и иметь возможность задать вопрос выступающему, необходимо зайти на сайт instaforex.com, найти по поиску раздел расписания вебинаров и зарегистрироваться, зайти на наш вебинар. Ну и так мы начинаем. Значит, какой у нас план? Сначала мы поговорим про ситуацию с коронавирусом в мире, в России затронем ситуацию, потом, так сказать, глянем взглядом на мировые площадки, начиная с рынка США, так сказать, чтобы не забыть, поговорим о том, какие фундаментальные события. Если я вдруг начну забывать, напомните мне, пожалуйста, да, они ожидаются на этой неделе. Ну и потом посмотрим на основные инструменты. Значит, план у нас примерно такой. Ну и так мы начинаем. Значит, для того, чтобы начать, мне нужно запустить трансляцию рабочего стола. Это может занять там несколько секунд сейчас, когда, так сказать, когда запустится у меня трансляция. Вот я тогда... Вот. Так, вот трансляция запустилась. Сейчас я включу картинку, которую я хотел показать. И вот та картинка, с которой я хочу начать, это ситуация по коронавирусу в мире. Да, значит, ну эпидемия продолжает бушевать, несмотря на то, что в странах Запада уже говорят о, так сказать, каком-то завершении, да, но с точки зрения общемировой ситуации, значит, у нас... Что у нас в мире вообще происходит? 7 миллионов случаев перевалила эпидемия. Значит, вопрос о том, идет она на спад или нет, очень простой ответ. Сколько, так сказать, вылечившихся? Вылечившихся менее чем 3,5 миллиона. То есть, считай, за минусом, то есть, 406 тысяч человек умерло, вот, ну и за минусом этих 400 тысяч, то есть, примерно 3 миллиона еще находятся в стадии лечения. То есть, количество случаев, вот если мы посмотрим количество дневных случаев, максимум был, значит, вот буквально 4-5 июня. Были последние случаи, примерно по 130 тысяч в день новых случаев заболеваний. Количество смертей, к счастью, так сказать, снизилось, потому что, ну, в Европе количество смертей резко упало, а в Соединенных Штатах тоже стабилизировалось на более низкие значения. То есть, смертность как бы идет вниз, да, но, так сказать, количество новых случаев пока по-прежнему увеличивается. Что у нас в разрезе по странам? Ну, во-первых, так сказать, Европа вся прошла практически, то есть, самые проблемные страны, вот, например, значит, Испания, которая на четвертом месте пока еще остается по количеству случаев, всего 240 новых случаев, всего одна смерть. Британия за сутки, Британия, значит, 1300 новых случаев, так сказать, 77 всего смертей, да, вот, Италия 197 всего новых случаев, 53 смерти, вот, в Германии 173 всего новых случаев, 7 смертей. В общем, Западная Европа хорошо прошла, вот, но это фактически была, как бы, небольшая вторая волна, так сказать, сразу после Китая, значит, вторая волна, а отстающие, так сказать, вот Соединенные Штаты по-прежнему остается наихудшим случаем, уже 2 миллиона всего зараженных, значит, так сказать, новых случаев. Новых случаев длительное время, всю прошлую неделю держалось не менее 20 тысяч, но вот вчера, если только это, так сказать, не улучшение выходного дня, значит, вчера меньше 20, почти 19 тысяч новых случаев, и существенно упало количество смертей, вот это, конечно, хорошо, потому что целую неделю держалось больше тысячи, а вот сейчас, значит, 373 смерти в сутки. На второе место идет Бразилия, она достигла ужасных, так сказать, несколько дней, там, по плюс 30 тысяч новых случаев, но вот она упала до 18 тысяч, но первый день, первый день снижения, и от 1000 смертей упала до 542. Будем надеяться, что это, так сказать, такой перелом тенденции, но по одному дню, как вы понимаете, как, так сказать, люди, понимающие в техническом анализе выводы, сделать нельзя. На третьем месте по-прежнему идет Россия, держится примерно 9 тысяч новых случаев ежедневно, и сегодня такой же примерно прирост, да, это на самом деле неприятная величина, вот, значит, ну и еще беспокоит, вот на шестом месте приближается Индия, плюс 10 тысяч случаев, и на самом деле, значит, примерно за неделю, если такой темп резко не снизится, то они догонят, то есть они выйдут на четвертое место, то есть четверка негативных лидеров по миру будет выглядеть так, через неделю примерно, США, Бразилия, Россия и Индия на четвертом месте, вот, как бы, такая ситуация, но плюс, я говорю, плюс состоит в том, что Бразилия снизилась, и резко снизилась смертность Соединенных Штатов за последние сутки, это, вот, в общем, хороший момент. Теперь, значит, что у нас происходит в России с коронавирусом? Вот это у меня открыта картинка по Москве, Москва, так сказать, как замечательный такой регион, главная картинка, это картинка активных случаев, сейчас показана. Значит, что такое активные случаи? Так, я сейчас только единственное, что вернусь, значит, на секундочку к вам. А, нет картинки? Как нет картинки? Значит, у меня написано, что идет трансляция рабочего стола. Вот, значит, напишите, пожалуйста, Константин, есть картинка или нет? Вот. Значит, потому что, ну, как, как, вот, я не знаю, как, как еще запустить картинки, нет. Так, хорошо, я еще раз, значит, это запускаю. Сейчас, подождите, может быть, может быть, что-то, может быть, надо было повторно запустить. Подождите тогда, пожалуйста, минуту. Сейчас я попробую еще раз. Так, зап... Так, сейчас вообще как-то непонятная какая-то ситуация, потому что вот тот блок, который отвечает за рабочий... Трансляция рабочего стола, он вообще куда-то исчез. Так, сейчас попробуем. Нет, ну, Константин, то, что вы пишете нет активных трансляций, я не уверен, что... Так, сейчас попробуем. Так, вот еще раз, начать трансляцию. Вот, написала. Идет трансляция вашего... Вот, не написала. Вот, сейчас пишет, идет трансляция рабочего стола. Вот, сейчас я покажу картинку, и вы мне скажите, пожалуйста, появилась у вас картинка или нет? Сейчас я подожду, может быть, есть какая-то задержка по времени. Вот, пошло. Прекрасно. Значит, сейчас, если я выведу картинку графика, то, так сказать, будет видно. Вот, но я вернусь, я вернусь, значит, по поводу... Вот, вот сначала картинка, смотрите по миру. Еще раз, вот видите, Соединенные Штаты. Меньше 20 тысяч новых случаев за вчерашние сутки. Всего 373 смерти за сутки. В Бразилии 18 тысяч новых случаев, а было 30 тысяч. 542 смерти, а было 1000 смертей. То есть, в этом смысле позитив. Да? Но Россия, вот, третье место, и плюс 9 тысяч практически случаев. И я забегаю вперед, чтобы не переключаться на сегодняшний день и сегодня тоже практически. 9 тысяч случаев. То есть, с Россией такая ситуация. Теперь я переключаюсь на карту, вот, коронавирус в России. И вот это картинка активных случаев в Москве. Ну, значит, напомню, что такое активные случаи. Активные случаи – это общее количество больных, так сказать, на сегодня, за минусом тех, которые выздоровели, и за минусом умерших. То есть, это число, так сказать, находящееся на лечении в данный момент. Очень важная картинка, показывающая нагрузку на медицину. Ну, в Москве, значит, вот все на самом деле неплохо. То есть, в Москве максимум был, значит, 19 мая. На лечении в тот момент находилось 116 с половиной тысяч человек. А на сегодня, на 8 июня, 89 тысяч 700, то есть, меньше 90 тысяч. Соответственно, 26 тысяч выздоровело, но это, грубо говоря, где-то 22-23%. Но сегодня мэр Собянин, вот буквально, так сказать, это новости, грубо говоря, последнего часа, вот, наверное, час назад всего, мэр Москвы Собянин объявил, что с завтрашнего дня, с 9 июня, практически снимаются вообще почти все ограничения. Значит, отменяются пропуска в Москве, отменяется, так сказать, вот этот режим отдельных прогулок по домам, что только три раза в неделю можно гулять. То есть, гулять можно сколько хочешь, и в любое время, значит, отменяются, в общем, вот в этом плане главные карантинные меры. 12 июня там будут открыты, в том числе, там, парикмахерские, очень много чего будет открыто. В общем, с 12 мая можно сказать, что практически все ограничения в Москве снимаются. Там не было указано специально, что, допустим, надо ли носить маски и перчатки. Я полагаю, что, наверное, это не отменяется. То есть, маски и перчатки, наверное, необходимы, так сказать, в общественных местах по-прежнему. Но очень сильное снятие ограничений. Я хочу сказать, что это, конечно, весьма рискованный эксперимент для Москвы, потому что на самом деле, смотрите, во-первых, позитивный смысл. Вот если я посмотрю график новых случаев заражения, то здесь прекрасно видно, да, очень сильный спад. То есть, вот у нас были дни максимальных случаев с 3 мая по где-то по 11 мая, по 12, где-то было, так сказать, более 5000 случаев в сутки. А сейчас они вот уже практически неделю стоят на уровне где-то 2000. То есть, два с половиной раза снизилось от максимумов. Это, конечно, очень хорошо. Но на самом деле выздоровления не очень много, как это ни странно. Вот график выздоровлений, он где-то стабилизировался тоже там примерно на 2000, так сказать, случаев в сутки, меньше, 1600 сегодня. То есть, нагрузка, конечно, на медицину снизилась там на 20% в Москве, но она очень сильно дальше не падает. И, так сказать, если сейчас резко вырастет количество контактов, то, возможно, новая волна заражения. То есть, это такой достаточно рискованный эксперимент. Но, тем не менее, так сказать, вот мэр Москвы объявил, что очень сильно снижаются ограничения с завтрашнего дня. А что происходит в России? В преддверии, так сказать, парада и всенародного голосования, так сказать, о продлении полномочий Владимира Владимировича Путина с, так сказать, 1 июля. Парад 24 июня, как вы знаете, назначен. Между прочим, три региона Российской Федерации отказались в связи со сложной ситуацией с коронавирусом проводить парад. Это Белгородская область, Орел и еще, по-моему, Пермский край. Там отложено это мероприятие на более позднее число. Давайте посмотрим по России. А здесь, так сказать, сейчас я вернусь, тоже еще раз хочу проверить, есть ли, так сказать, все картинка. Ну, если вы мне не пишете, я так полагаю, что, значит, это как бы более-менее, так сказать, все нормально. То есть, если что-то не так, то вы мне пишите, пожалуйста. Вот, итак, я продолжаю. Значит, что у нас ситуация по России? Вот это тоже картинка активных случаев по России на данный момент, да? И здесь, между прочим, видно, что по России-то число активных случаев сегодня находится на максимуме на новом – 240 тысяч. То есть, да, конечно, идет консолидация. То есть, вот, так сказать, вот с момента быстрого роста с 19 мая с 221 тысячи резко снизилась скорость роста, но, тем не менее, она больше. И если мы вспомним, что на графике Москвы, которая составляет, там, не меньше, там, 30% общего количества, тут в этом же месте спад происходит, то можно сообразить, что в России без Москвы на самом деле происходит рост. Вот, и, так сказать, то есть, что это значит максимальное число активных случаев? Это значит, что на данный момент у нас нагрузка на медицинскую систему в Российской Федерации находится на максимальных значениях в провинции. То есть, в провинции максимально загружены сейчас больницы и все прочее. И вот эти, так сказать, движения по поводу отмены ограничений, а все же смотрят на Москву, вот это приближение голосований создает вообще очень трудную ситуацию. То есть, может так получиться, что и так уже перегружена медицина, а будет еще дополнительный рост заболеваемости. То есть, на самом деле, это довольно, так сказать, опасное все это занятие, и было бы гораздо логичнее перенести там куда-нибудь на глубокую осень это голосование по Конституции. Потому что, ну, на парад люди могут не ходить, сколько, какой процент людей пойдет на парад, там, 10%. А, так сказать, на голосование может пойти и 50, и 60% населения. И будут активно, так сказать, обмены вирусами, несмотря на какие-то принятые меры. А какие там меры защитные в регионах, понятно, что выдадут членам избирательной комиссии, так сказать, обычную там марлевую маску, которая мало от чего там защищает. Вот такая ситуация у нас, значит, по России. Ну, вот и видно, что суточное, да, то есть оно несколько снизилось, то есть было в максимуме, но это были и московские максимумы. Вот как в Москве снизились максимумы, так стабилизировалась и ситуация по всей России. Но видно, что она, в отличие от Москвы, никуда там в два с половиной раза не падает. То есть в максимуме это было примерно там 10 тысяч случаев, ну, а сейчас это по России там 9 тысяч случаев. На 10% все. То есть здесь вполне возможно вторая волна, на самом деле. Но будем следить по графикам. Вот такое резкое движение делает мэр Москвы. Посмотрим, какой будет дальше результат. Дальше, значит, что у нас по плану? Вот, значит, а что в мире там? Что у нас, так сказать, на рынке США происходит? Давайте мы посмотрим. Вот, значит, открываем график S&P 500 дневной. Вот, значит, сейчас я снова хочу вернуться посмотреть, так сказать, так. Вот вы мне, значит, ничего не пишете. Я надеюсь, что, значит, все нормально. Продолжаю я, да? Вот, открыл график S&P 500 дневной. Да, и что мы, между прочим, здесь с удивлением обнаруживаем? Да, мы видим, что был хороший рост, скачок в пятницу на хороших данных по занятости. Но, между прочим, значит, что здесь бросается? Вот здесь последняя котировка, сейчас еще рынок закрыт, он, значит, через 13 минут начнет работать, да? Да, значит, 16-30 по летнему времени, 319, вот этот актив, который привязан к S&P 500. А максимум исторический, исторический максимум были до еще всякого этого коронакризиса. Вот 19 февраля 2020 года был показан максимум, он 339. А сколько от 319 до 339? 20 единиц, это сумма, это 7%, даже чуть меньше. То есть, это буквально за какую-то хорошую неделю роста можно показать новые исторические максимумы. Но это довольно очевидно, эта штука необоснованная. Потому что, извините меня, примерно 20 миллионов безработных только в США, мировая экономика находится в очень трудной ситуации. И на этом фоне, так сказать, на фоне 20 миллионов безработицы, там, ну, примерно, там, 15, там, процентов безработицы, и показывают новые исторические максимумы по рынку, ну, это довольно странно вообще на самом деле. То есть, это чисто и спекулятивная хрень. Я считаю, что это, как бы, можно продавать. Но только единственное, что логично, наверное, продавать, допустим, не прямо сейчас, слишком, как бы, рискованно. А надо увидеть сначала некоторый первый отскок назад. И вот, как только будет первый дневной отскок назад показан, то дальше, вот, начинать, так сказать, с роста продавать, выставляя стопы за эти максимумы. То есть, вот так я вижу S&P 500. Теперь, значит, есть смысл, наверное, поговорить, значит, ну, дальше. То есть, понятно, что рынок американский тянет наверх нефть, которая важна, так сказать, для российской экономики. Вот нефть WTI находится сейчас, вот это свежие данные, 8 июня, да, на уровне практически 39 долларов. А могу сказать, что нефть марки Brent стоит еще дороже. Она стоит примерно 42 доллара. Вот, то есть, очень хорошо, конечно, для экономики России. И это поддержало и рубль. Вот смотрим дневной график рубля. То есть, доллара в рублях. Вы видите, что вот в пик кризиса это было там 81,60, да, а сейчас мы снизились вот до 67, так сказать, 97. Что тут интересно, почему я сегодня говорю про рубль? Дело в том, что локально на дневном графике, это дневка, мы видим некоторую попытку образования дна. И мы находимся около самого-самого этого дна. Дело в том, что существуют макроэкономические прогнозы. Около правительственный центр, значит, опубликовал прогноз. Там несколько сценариев от самого позитивного до самого негативного. Так вот, что интересно, что в самом позитивном сценарии, обращаю внимание, позитивном, на конец этого года, так сказать, обещается курс рубля не лучше, чем 85 рублей за доллар. Вот эти максимумы это 81,60, а обещают 85. А в пессимистичных сценариях там 90, 95 и вот так, вот такие цифры, да. То есть лучше 85 рублей за доллар никто к концу года не обещает. Это, обращаю внимание, при текущей котировке 68. Вот. С чем это связано? С несколькими факторами. Центральный банк России продавал, так сказать, регулярно в последнее время валюту. Вообще его резервы снизились с мартовских на 20 миллиардов долларов. То есть 20 миллиардов было продано, да. То есть, во-первых, это интервенция. Значит, смысл в том числе и политический. Так сказать, не очень и так хорошая ситуация перед голосованием 1 июля по Конституции. И если бы, например, еще и рубль сильно упал, то это вообще могло бы привести к отрицательному результату голосования. Поэтому я думаю, что здесь участвует и политика. Ну и плюс к тому, так сказать, дорожающая нефть. Что по поводу перспектив нефти? Значит, я предполагаю, что, вот как я говорил, что и американский рынок, да, вот я вернусь, так сказать, на минуту там к американскому рынку S&P, я считаю, что американскому рынку путь как минимум в глубокую коррекцию вниз. Точно так же я предполагаю, что и нефтяному рынку, так сказать, предстоит глубокое, довольно сильное снижение, да, потому что слишком высоко забрались, и на самом деле все равно переизбыток нефти это большой. Точно так же я и предполагаю, что доллар-рубль слишком, что рубль слишком сильно укрепился. И путь стратегический на самом деле в противоположную сторону, а совсем не в ту сторону, в которую мы идем, начиная с 19 марта. То есть я думаю, что пора заканчивать. Это может быть очень хорошие точки на длинную, и можно здесь разыграть очень интересные, так сказать, вещи и конструкции. Вот. Теперь по поводу, значит, календаря. Значит, для того, чтобы посмотреть календарь, нужно зайти на сайт instaforex.com, вот, значит, зайти в раздел трейдерам, аналитика и найти экономический календарь. И вот, так сказать, важные, основные важные события. Но сегодня, так сказать, по Америке вообще никаких событий не ожидается. 9 числа, так сказать, есть новости, но они, так сказать, новости второго порядка, второго порядка важности. А вот в среду и в четверг выйдут очень важные новости. А именно, решение ФРС. Значит, решение ФРС ставка, безусловно, так сказать, не повысит. Ставка, так сказать, 0.25. Но на самом деле это не 0.25, а 0-0.25. То есть, все пишут, так сказать, 0.125. Да? Но будет, во-первых, так сказать, оценка ФРС ситуации в стране. Значит, это важно. А во-вторых, будет еще более интересный экономический прогноз. Вот. То есть, как вот уже сейчас ФРС, получив, так сказать, информацию по апрелю и по маю, как они вообще прогнозируют, что будет дальше с экономикой. Это очень важное будет событие в 21.00 по московскому времени. Вот. Значит, а что у нас, между прочим, произошло с занятостью? Значит, а почему такой оптимизм рынков? Вот. Это надо было, может быть, преждевременно прежде сказать. Но я скажу сейчас. Дело в том, что, так сказать, занятость, то есть, безработица снизилась в Соединенных Штатах в мае месяце на 2.5 миллиона. Значит, я напомню, что в апреле, в обвальном, когда все сидели на карантине, 20 миллионов, так сказать, безработных появилось в новых в Соединенных Штатах, да? Но в мае, так сказать, ожидали многие, ожидали вообще снижения. То есть, прогнозы были от 6 до 11 миллионов новых безработных. А вышло все совсем наоборот, что на 2.5 миллиона занятость улучшилась. И это, конечно, огромный позитив. И на этом, в принципе, рынок и подрос. Но только надо понимать, что с 20 миллионов снизились до 17.5, к примеру, да? Но это совсем не означает, что дальше каждый месяц будет так быстро, значит, это все снижаться. А оно может остановиться, так сказать, на таком уровне и длительное время остаться. То есть, совершенно не очевидно, что экономика очень быстро вырастет до предыдущих значений. Да, она отскочит. А вот дальше, так сказать, в какой момент она дорастет до прежних значений? И вообще дорастет ли? Это еще большой вопрос. Вот. Значит, и четверг. В четверг, значит, будет интересна, конечно, еженедельная занятость. То есть, вот заявки на пособие по безработицам. Прогноз показывает, значит, то есть предыдущее значение 1.9 миллиона, а прогнозирует 1.5 миллиона. То есть, это, в принципе, неплохо. Ну, и вот длительная безработица. Значит, предыдущее значение 21 миллион. А сколько на самом деле будет? То есть, ну вот, скорее всего, на самом деле будет где-то улучшение, так сказать, где-то там до 17 с половиной миллионов. Вот это в четверг выйдут эти данные. Вот. Ну и, значит, в принципе, в пятницу ничего особо суперинтересного, может быть, и не будет. То есть, вообще, конечно, вот CPI за май, значит, индикатор по инфляции, он, конечно, интересен, вот, но как бы не настолько, не так сейчас сильно на инфляции это все сосредоточено. В общем, главное, среда и четверг, ФРС и вот отчеты по занятости. Вот. Теперь, значит, что я хотел еще дальше сказать. Ну, а теперь давайте посмотрим, значит, на разные инструменты. Вот. Давайте посмотрим на евро-доллар. Евро-доллар, вот, он вырвался, значит, в тренд. Вот давайте дневной график посмотрим. Вот видите, было такое длительное, так сказать, длительное дно формировалось. То есть, начиная, формирование дна началось где-то с 19 марта, и, так сказать, выход из фигуры осуществился 28 мая. То есть, два месяца формировалось это дно, пробили, так сказать, важные максимумы где-то там ниже 1.10.20, закрыли выше и вот пошли наверх. Но сейчас, так сказать, наблюдается некоторая консолидация. Дело в том, что впереди рынок видит, так сказать, важное очень сопротивление на 1.15. Значит, мы достигли в движении хая 1.13.80, осталось не так много. И я думаю, что много желающих будет оттуда, значит, продать. Вот. Если мы посмотрим на недельный график, то, в принципе, конечно, по недельке, так сказать, вот есть очень хорошая цель. Вот я сильно сжал, и вот видите, вот эта, так сказать, сильная линия сопротивления. Сейчас она находится где-то на 1.17.35. Вообще, было бы красиво, чтобы европейская валюта туда добралась. Но оттуда будет, значит, сильная продажа. Но, может быть, будет сначала отрисовано некоторый диапазон и здесь, в текущих границах. Поэтому что? Агрессивно можно, например, пытаться покупать вот где-то около 1.13, прямо по текущим. Более консервативно стоило бы подождать нормального отката по дневному графику. Вот видите, например, стахастик, допустим, показывает подневке, что началось, так сказать, движение вниз. Было бы, конечно, неплохо, если бы он сходил бы вниз, как следует, так сказать, хороший дал откат. И тогда, значит, либо его докупить, значит, либо, ну, то есть, в принципе, логично было бы, так сказать, увидеть откат подневки. Вот, например, зеленая линия подневки сейчас находится практически на 1.11.60. То есть, где-то от 1.12 было бы купить, вообще было бы интересно. Вот, значит, что у нас по остальным активам? Фунт. Фунт тоже, в принципе, дал сигнал наверх, но у фунта есть важная, так сказать, линия сопротивления. Она находится совсем недалеко. То есть, я думаю, что фунт где-то в районе 1.29.20 встретит достаточно сильверное сопротивление. Это такая старая линия, очень, как бы, очень длинная и важная. Видите, вот, вот, какой давности эта линия, она начинается, вот, от максимума, это самое, от 20 июля 2014 года. Вот эта линия, так сказать, я думаю, что, скорее всего, покажет сопротивление. Ее хорошо видно и на недельном графике тоже. Вот, а сейчас я покажу, кстати, как поучительно, как на иене такая линия, так сказать, оказала сопротивление. Вот у меня давно уже была нарисована, на графике дневка даже не очень хорошо видно, вот, откуда отвалила японская иена. Просто очень давно была нарисована эта линия, значит, но сейчас я вам покажу источник, как бы, этой линии. Вот, вот видите на графике дневка, то есть, это, это, это линия через максимумы все ноября 2018 года, вот, потом было два прорыва ложных выше этой линии. Вот, сейчас попробую ее, так сказать, попробую показать ее на недельном графике. Вот, вот, через максимумы доллар-иена, значит, еще с 2015 года, через максимумы, значит, конца 2018 года, и вот эта линия, значит, и хотя она пробивалась, хотя она пробивалась, так сказать, два раза ложным образом, но она вот, так сказать, встретила сопротивление. То есть, я полагаю, что возможно, что здесь будет серьезная консолидация. И доллар-иена отвалил вниз, значит, и доллар-франк отвалил вниз, то есть, будет, может быть, попытка еще зайти выше, так сказать, вплоть до 1.15, но я думаю, что где-то в этой зоне начнется консолидация евро-доллар. И будут хорошие откаты для того, чтобы, значит, войти. Вот, значит, что еще, что еще может быть? Ну, и золото обычно, обычно людей интересует золото еще посмотреть, да? Значит, по золоту что произошло? Золото пробило вообще важные дневные уровни, что говорит о достаточно длинной консолидации. Но глобально все равно золото продолжает, как бы, смотреть наверх. Вопрос в том, что риски довольно велики при покупке по текущим. То есть, золото может спокойно, например, спуститься, вот я сейчас продлю вот эту линию, линию поддержки. Золото вполне может спуститься вплоть где-нибудь до 1.550, 1.560. Вот с этих котировок было бы, конечно, интересно его подобрать. Ну, а текущее, продавать золото, я думаю, достаточно опасно, на самом деле, стратегически. А вот ждать сильного снижения, оттуда покупать, это более интересный вариант. Ну, вот видите, как и довольно много всяких событий. В принципе, я сказал то, что хотел, свое видение, ситуацию. Теперь, если есть ваши вопросы, вы можете их написать. Я сделаю, так сказать, примерно на минутку паузы, чтобы вы могли написать. Если что-то хотели спросить или сказать, то пишите прямо сейчас. Да, вы, наверное, Константин Британца пропустили, но давайте вернемся, так сказать, к фунту. Давайте вернемся к фунту. Вот, значит, дневной график британского фунта. Давайте еще раз на него посмотрим. Вот у нас есть вообще, вообще у нас есть линия сопротивления месячного характера. Она находится сейчас примерно на 1.35. То есть, максимальная цель движения, я вижу, там 1.35, потом глубокий откат. Но оно, в принципе, совпадает примерно с горизонтальным уровнем, вот на 1.33, там 50. Потом дальше была линия, которая, казалось бы, была пробита, но это были ложные пробои. То есть, линия, проведенная через максимум июля 2014 года, через максимум апреля 2018 года и по большей части максимумов, значит, то самого января 2012 года. Вот эта линия, вот сейчас, это где-то на 1.2870, вот если там по недельному графику. Ну, по дневке, значит, вот, ну, с учетом того, что, в общем, где-то вот у меня получается 1.29. Значит, 1.2870 – это 1.29. Вот я думаю, максимальная цель этого движения. Ну, плюс еще, видите, плюс еще минимумы, например, вот этот минимум лоу 1.2740 – это минимум, значит, начала марта, вот такого, который потом был пробит, и началось это движение. То есть, я думаю, что фунту, в принципе, особо далеко наверх-то будут очень сильные сопротивления. Вот поэтому фунт, я думаю, что покупать, если только с серьезного отката. То есть, например, покупать вот по дневке, покупать где-то от 1.2550, там, от 1.2550, там, и ниже. Вот, мне кажется. То есть, он, в общем-то, в принципе, смотрит, наверное, так сказать, наверх, но все равно покупать со значительного отката. Вот. Вот как-то так. Еще вопросы? Ну, хорошо. Значит, большое спасибо вам тоже за внимание. Каждый понедельник в 16.00 московского времени, если только не случится какого-то форс-мажора. Большое спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok